приветствую вас давайте разберем ваш вопрос как не волноваться и преодолеть страх перед сдачей экзамена в ГАИ и от мысли что не сдам такой довольно короткий вопрос у нас вот ну понятно что от этого не менее серьезно значит в первую очередь хочется сказать что если вы хотите сдать сразу да вот что я так полагаю что у вас есть ну какие-то основания для этого то есть у вас есть основания хотеть сдать что называется с первого раза почему вы хотите сдать с первого раза да ну это вопрос ну по крайней мере как я это вижу да то есть вот причина такая почему вы хотите сдать с первого с первого раза что это для вас означает что вы хотите сдать с первого раза на мой взгляд это вот только только на мой взгляд вы в это вкладываете что-то вот ну что-то свое да то есть с экзаменом напрямую я думаю это не связано вообще то есть вот я думаю что значит желая грубо говоря сдать фразу вот вы решаете вот какую-то какую-то свою может быть проблему да вот вы пытаетесь решить какую-то свою проблему вот вы пытаетесь реализовать какую-то свою попредственность в этом вот что-то вы пытаетесь компенсировать в этом опять же для себя это важно понимать это важно понимать что вы хотите что-то скомпенсировать для себя вот и соответственно значит ну вот в случае если у вас не получится это сделать то вы будете думать о себе вот ну хуже как-то то есть значит от того значит сдадите вы или нет вот собственно экзамен вот зависит то как вы их ну вот как вы в целом будете к себе вот относиться вот и на мой взгляд опять же подобная нагрузка на какое-то ну действие или может быть правильнее было бы сказать ну вот как вы не представляете мне это не представляет мне это значит хорошим и позитивным для вас Мне представляется, что это скорее существенный минус это очень существенная проблема. Скорее, потому что в одну деятельность вы вмешаете, грубо говоря, несколько деятельностей. Поэтому постарайтесь увидеть, что для вас это означает. Постарайтесь увидеть, что вы получите для себя, сдав экзамен с первого раза, что вы получите не сдав экзамен с первого раза. Вы очень быстро увидите некие, так скажем, некие преференции для себя. Вообще не связаны с экзаменом и даже машиной. То есть, к примеру, человек, который хочет, допустим, как можно быстрее сдать экзамен, чтобы начать ездить, например, на машине. Допустим. Вот. И именно вот человек, который хочет быстрее, именно быстрее и быстрее. Если это не вопрос жизни и смерти, да. Если это не какие-то объективные обстоятельства, а эти «объективные обстоятельства» в кавычках тоже, нужно будет обязательно проверить на их, собственно, объективности. Вот. То, вот, всё, субъективное, да. Происходит именно из сверхмотивации. То есть, эта сверхмотивация играет вам в злую шутку, злую шутку такую. Вот. Поэтому вам необходимо разгрузить эмоции, разгрузить мотивационно свое желание сдать с первого раза. Вот. И я думаю, что страх, ну, станет как минимум меньше для вас. Вот. Как минимум меньше, а как максимум вы просто переключитесь, там, на какие-то, ну, какие-то другие вещи для себя. Будете, грубо говоря, да, думать о других моментах, вот, связанных с вашей, ну, с вашей жизнью, например. Вот. А не, значит, ну, об этом, да. То есть, вот, о том, что вы не сдадите. Дальше. Лично я, значит, склонен, склонен к тому, чтобы думать про страх человека в контексте его потребностей. Вот. Определенно, вот, вот, ну, такая вот моя, получается, позиция, что я думаю, что, ну, когда и если человек боится, ну, человек чего-то боится, вот, значит, в той или иной степени он этого хочет, того, чего боится. Вот. Столько не конкретно он этого хочет. То есть, это очень важно понимать. Ну, что если вы, например, боитесь не сдать экзамен, то вы хотите, вы не хотите сдать экзамен. То есть, это не означает, что вы не хотите его сдавать, а хотите его завалить. Это означает то, что вы боитесь, что вам это тяжело и вы хотите избавиться от этого. То есть, вы хотите, ну, облегчить себе свою жизнь. То есть, ну, экзамен, то он там, грубо говоря, над вами висит, да, то есть, как вот, там околкнуть меньше. Вот. И, соответственно, вам тяжело, нам, если это дает, вы хотите от этого издавать. Вот вы боитесь, что не сдадите экзамен, потому что, значит, ну, профессионально вы пытаетесь, ну, как-то облегчить себе свою жизнь. Вот, это, опять же, вполне логичным, кажется. А дальше, дальше, значит, сведение того, что вы делаете, да, какому-то одному моменту, ну, вот, в виде той же сдачи экзаменов. Вот, означает, что вы весьма узко воспринимаете то, что делаете. И для вас совсем немного способов это реализовать. Вот. То есть, вы ставите себя сами в зависимость от своего успеха, вот, который зависит от меня, да, еще, так к тому же. Интересно, случайно это или нет. Вот. Потому что это может быть не случайно, это может быть ваш, в целом, такой жизненный сценарий, жизненный подход, ко всему принципу, что вы делаете, вот, когда вам, вот, в какой-то момент, да, необходимо поставить себя в зависимости от кого-то, важным для себя вопроса, чтобы, вот, ну, попереживаться, например. И если у этого какие-то обнования, да, есть, то есть какие-то выгоды, выгоды тут имеются. Ну, вот, как-то, как-то так. Значит, те, ну, потребности, те потребности, которые у вас есть, связаны с задачей экзаменов, могут быть конфликтными, то есть ощущаться вами как внутренние конфликты, и их, соответственно, нужно будет тоже разбирать. Вот. И внутренние конфликты помочь вам, помогать вам разрешить. Разрешить. Как-то так. На этом все. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь.